Добро пожаловать на демонстрацию Mobutics Cloud. Это видео предназначено для того, чтобы предоставить небольшой обзор того, как пользователь отдали видео и как инсталлятор могут использовать облако. Для пользователя облако представлено, в первую очередь, раскладки, между которыми он может переключаться. Использование оригинального 6-мегапиксельного разрешения камер можно задавать предустановками, при помощи которых камеру можно заставить выполнить масштабирование для отображения соответствующей области на изображении в полном разрешении. Для этого у нас заданы разные предустановки. Полагаю, здесь все понятно. Что мне особенно нравится в облаке, это то, что вы можете очень легко открыть удобное окно воспроизведения. В окне воспроизведения пользователь имеет возможность использовать временную шкалу и с помощью мыши выбирать конкретное время и воспроизводить его. Затем облако переключается из потока предварительного просмотра в поток с высоким разрешением, который может быть задан ранее. Сейчас вы можете видеть, как это работает. И внимательный зритель заметит, что произошел переход. Черными участками на шкале времени в облаке отмечаются операции виртуального ПТЗ или реального параномирования. И вы можете целенаправленно выбирать их. Исключительная функциональность облака это возможность синхронного воспроизведения. Для этого откройте второе окно, разместите два окна рядом и двигайте слайдер времени в правом окне. Вы увидите, что слайдер времени в левом окне перемещается автоматически, потому что все синхронизировано. Когда пользователь воспроизводит видео в правом окне, видео в левом окне также воспроизводится в том же временном диапазоне. Таким образом, можно посмотреть и сравнить оба видео. Чтобы выключить этот режим, я просто нажимаю этот круглый символ и режим синхронного воспроизведения отключается. Сейчас воспроизведение осуществляется только в правом окне. Я снова включил режим синхронного воспроизведения, чтобы вы увидели, насколько это легко. Функционал синхронного воспроизведения ограничен только двумя окнами и позволяет использовать несколько окон воспроизведения. Теперь обратим внимание на знаки плюс и минус. Переключение так называемого режима галереи. Пользователь видит не только текущее изображение, но и предыдущие события, как маленькие пиктограммы предварительного просмотра, по которым можно выбрать соответствующее событие и воспроизвести его. Это еще одна форма поиска событий в архиве. Далее мы рассмотрим экспорт определенных бастер-архивов. Для этого нужно нажать кнопку сохранения, затем откроется другое диалоговое окно, в котором можно выбрать тип загрузки. Далее задайте название и просто нажмите скачать, после чего последовательно сохранится в область загрузок вашего облака. Давайте рассмотрим эту процедуру более детально. Здесь внизу справа создаются два красных значка. Давайте еще раз посмотрим все это в другом окне воспроизведения. Я нажимаю кнопку сохранить. Снова выбираю формат, в котором хотел бы скачать. Выбираю название. Для этого экспорта. И возможно имеет смысл расширить окно, чтобы вы могли видеть красные значки на шкале времени. Это временные маркеры. Их можно двигать по шкале времени с нажатой клавишей shift. И так я двигаю один из значков с нажатой клавишей shift. И как вы видите, выделяется зеленая область. И теперь эта выделенная область и будет загружена. Более подробно мы рассмотрим это позже. Теперь давайте перейдем к тегам. Теги – полезный способ. Группировки и сортировки большого количества камер. Согласно вашим собственным критериям. Здесь были созданы различные теги. Например, фишай камеры, IOT камеры, улица. Для тегов вы можете использовать любые имена. И позже сможете выбирать соответствующие имена. В группе теги производить по ним поиск. И камеры с этими тегами будут отображаться. Изюминка облака – это администрирование пользователя. Создание нового пользователя в облаке больше не представляет проблемы. Вам нужен только адрес электронной почты нового пользователя. Вы вводите его в диалоговое окно, а затем определяете, какие права доступа должен иметь пользователь. Когда по времени, каким конкретно камерам доступ ко всем камерам, к части камер без доступа. Это можно задавать простым перетаскиванием, тоже с раскладками. Вы перетаскиваете в соответствующую раскладку, в которую необходимо предоставить доступ. Администратор или владелец системы может в мельчайших деталях назначить, какие права должен иметь новый пользователь. Это легко решается и хорошо описано и позволяет передать управление пользователями от инсталлятора непосредственно владельцу. Это большой прогресс. Давайте вернемся назад к процессу загрузки архива с камеры. Мы видим, что одна загрузка не совсем завершена. Давайте рассмотрим завершенную загрузку. Вы можете быстро получить ссылку на доступ к загрузке. Видите, открывается та же область, где мы ранее выбирали экспорт. Это означает, что каждый пользователь, имеющий доступ к облаку и соответствующие права доступа, может просмотреть ту же область и при наличии прав, может скачать и сохранить важное для него видео на своем жестком диске. Для этого нажмите на облако, скачайте zip-архив и откройте его. В архиве находятся различные файлы формата mp4. Один файл mp4 это запись события с высоким разрешением, а другой запись превью разрешения, которая может вестись постоянно в зависимости от настроек. Оба файла сохранены на компьютере. Это были пользовательские настройки обычного пользователя. Теперь перейдем к настройкам доступного инсталлятора. Здесь вы видите статус моих камер. Есть ли какие-то проблемы? Должен ли я уменьшить разрешение? Конечно, я могу изменить разрешение, изменить битрейт, также можно изменить качество. Подходит ли мое разрешение для загрузки? Я также могу задать различные окна детекции движения. Я могу создавать полигоны, могу определять важные области изображения. Могу задать чувствительность. Еще я могу задать правила. Это окно должно вызвать сигнал тревоги, отправку электронного письма или пуш-уведомления. В определенное время все это я могу задать в этом диалоге. Теперь мы снова перейдем в панель управления. К виду администратора. Здесь есть все камеры, которые могут быть добавлены или уже добавлены. Теперь перейдем к настройкам камеры типа рыбий глаз. Здесь наиболее интересна настройка под названием DeWorping, поскольку с ее помощью можно выполнить коррекцию изображения с камеры в облаке. Давайте сделаем это. Создадим новое окно. Назовем окно Double Panorama. И зададим тип. Double Panorama. Вид камеры типа рыбий глаз будет заменен на виртуальное изображение двойной панорамы. Здесь можно выбирать различные предустановки. Но мы позже увидим это вживую, более подробно, потому что здесь это сделать нельзя. Только позже в представлении пользователя. Итак, мы создали новое окно просмотра. И можем его сохранить. Затем вы, разумеется, сможете удалить это окно при помощи символа корзины или же изменить его. Это просто. В разделе Analytics доступны 5 аналитических функций, которые можно заказать индивидуально для каждой камеры. Вы также можете выбрать географическое место установки. Камеры. Важным моментом является загруженность облака. Какая у меня пропускная способность? Какая часть полосы пропускания используется? Какая пропускная способность используется моей системой? Как используется память? Соответствует ли буфер загрузки? Пропускной способности? Нужно ли мне беспокоиться об этом? Здесь это очень подробно описано, и вы можете сделать точный анализ и оптимизировать вашу систему. Давайте снова перейдем к DWORPING. Потому что мы уже создали окно просмотра. И я сейчас показываю возможность того, как использовать виртуальные функции масштабирования, панорамирования наклона камеры типа рыбий глаз. Разумеется, вы можете перейти к любым окнам просмотра в соответствующий квадрант и поменять направление камеры. Камера будет сохранена как рыбий глаз. То же самое, что вы видите в режиме реального времени, применяется и при воспроизведении. Переходим от этой установки к родительскому виду. Здесь мы видим разные локации с разными камерами, с разными бридж контроллерами. Здесь есть другие раскладки других камер, которым у меня есть доступ. Большое количество камер и большое количество локаций не являются проблемой в облаке. В настройках аккаунта есть разные параметры. Например, конфиденциальность. Это будет более детально описано в новых версиях руководства. Это интересная функция, но давайте вначале рассмотрим режим быстрого реагирования. Здесь вы определяете, кто должен получить доступ к системе в экстренных случаях. Это так называемый режим быстрого реагирования. Для этого я возьму абстрактный адрес полиции и просто задам функционал, согласно которому, кто должен иметь доступ к чрезвычайной ситуации, если я нажимаю эту кнопку. Далее я задаю, к чему у полиции будет доступ к каким конкретно камерам. Это можно задать здесь. Когда это будет сделано, появится красная кнопка, которая называется «Активировать режим быстрого реагирования». Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok